Сегодня выходит новая офигительная серия. Она будет посвящена нашему первому рейсу. Я обязательно расскажу вам в конце, сколько заработали мы с первого рейса. Он, так скажем, был стихийный на не совсем исправном автомобиле. Но так как нужно было переехать в Санкт-Петербург, и нужно было как-то это сделать результативно, то есть не порожняком, то, конечно же, было принято решение загрузиться довольно-таки интересным дорогостоящим грузом именно на Ленинградскую область, дальше, чем Ленинградская, тоже почти в Республике Карелия. Поэтому мы поехали грузиться. Эта поездка будет между городом Ливны Орловской области и между городом Тихвином, который расположен в Ленинградской области. Я вам обязательно расскажу и также покажу все, что у нас было интересное в дороге. Я вам покажу и сделаю обзор крутой на наш новый Mercedes Actors, вот этот синенький. Конечно же, вы увидите много интересных съемок с квадрокоптера, интересных съемок просто так на различные камеры. Даже сам Ваня вам скажет несколько слов, вы его также увидите в кадре. Поэтому усаживайтесь поудобнее и начинайте смотреть, а мы начинаем. Загрузились мы в городе Ливны, грузились довольно-таки в ускоренном темпе, потому что загрузка была срочная. Этот груз срочно нужно было доставить в город Санкт-Петербург, потому что за него хорошо платили. Ну а так как мы ехали по старой схеме в четыре руки, то изначально мы все рассчитали и поняли, что мы успеваем и вовремя груз доставить, и заработать на этом достаточное количество денежек. Груз, собственно говоря, не представлял ничего интересного. Это были какие-то детальки для вагоностроительного завода, расположенного в городе Тихвине. Мы посмотрели, как они называются по накладным, посмотрели, что они ничего особенного такого ценного не представляют, поэтому особо не напрягались за сохранность груза. Двигаться нам пришлось и днем, и ночью. Мне как раз-таки достался участок движения именно ночью, потому что на мой участок выпадала Москва и Московская область, а так как я уже собаку съел именно по работе именно в городе Москве и Московской области, то я решил взять этот удар на себя, и, собственно говоря, я дорулил аж до трассы М-10, так скажем, уже до Ленинградского шоссе в районе практически Солнечногорска. То есть мы уже поменялись, там буквально я съехал с 107, мы заехали на трассу М-10, я на первой же заправке уже просто упал навзничь практически. Дальше сел уже Ваня за руль и ехал дальше Ваня. На самом деле для меня намного проще ехать рано утром и не ехать ночью, но такие были условия движения, и пришлось поэтому ехать так. Дальше я просто спал сладким сном и уже проснулся в городе Санкт-Петербурге. Да, не удивляйтесь, проснулся я от того, что я стукнулся головой о стенку Мерседеса, я спал на нижнем спальнике. А почему я стукнулся? Потому что Ваня ехал по улице Софийской, там было первое же кольцевое движение, где моя медвежья туша под действием законов физики просто-напросто долбанулась головой именно в стенку и от этого проснулась. Дальше я ужаснулся от того, сколько я спал, но опять же повторюсь, так как я ехал всю ночь, то соответственно дальше я, наверное, до 12 часов дня спал. В последнее время на дорогах Российской Федерации, да и не только на дорогах России, количество ДТП увеличивается. А как вы понимаете, что если количество ДТП увеличивается, то нужно защищать себя и свой автомобиль чем-то надежным. А что-то надежное на дороге, это хороший видеорегистратор. А хороший видеорегистратор можно купить где? Все правильно у компании iBox, потому что это лидер продаж на рынке видеорегистраторов, радар-детекторов и другой электроники. У них, перейдя по ссылке на сайт, вы можете найти самые крутые видеорегистраторы, в зависимости от ваших финансовых возможностей, купить под свой запрос тот или иной девайс и пользоваться, наслаждаться. Также хотел бы отметить, что компания iBox постоянно работает, в том числе и над новыми прошивками для их устройств. И вот совсем недавно вышла новая прошивка на один из регистраторов. Там добавили улучшенное детектирование камер, настроили работу кей-диапазона. Также добавлено 60 кадров в секунду, улучшено качество видео. Появилась короткая озвучка, теперь не только женская, еще и мужская. Ну и настроено очень много различных параметров. Так что, как вы видите, компания iBox заботится о своей продукции, о своих клиентах, постоянно выкатывает какие-то прошивки, главное вам не забывать их обновлять. Так что обязательно переходите по ссылке, пользуйтесь только качественной и проверенной продукцией, такой, как предоставляет вам компания iBox. Дальше у нас начались будни, такие, скажем, ремонтные. Я мало про них снимал, потому что ремонты касались именно тормозной системы. Нам делали диагностику автомобиля у знакомого электрика. Сама отключила. Вот, 81, третий. О, уже поменьшало после нашего ремонта. Также занимались ремонтом модулятора, именно проводки, которая идет к модулятору. В ней было все дело, и по дороге могу сказать, что та самая неисправность, о которой я упомянул в самом начале видео, это были, так скажем, вялые тормоза, потому что горела ошибка именно по неисправности распределения тормозных усилий. В принципе, оно на движение особо никак не сказывалось, а сказывалось на торможение. Но машина тормозила, она не так хорошо, как она должна была это делать. И где-то один день мы занимались или два ремонтами. И не в тот же день, не в субботу, а, по-моему, в воскресенье мы только поехали на выгрузку. В общем, Тихвинский вагоностроительный завод. К сожалению, не пускают по два водителя. Мне даже не помогло то, что мы пытались убедить, что нас запустили. Сейчас Ваня там проедет, и я покажу его. В общем, Ваня поехал выгружаться, медведя, короче, выгнали. Сейчас не знаю, Ваня заедет, скажет, что там как. А то поеду в Тихвин где-нибудь в кафешке тусить. Я просто был уже пару раз здесь. Или один раз, один. И что-то я нифига не быстро выгрузился. И, в общем, как там Ваня выгрузится, а я потом подскочу, или он подъедет в Тихвин. После того, как мы выгрузились, мы поехали опять в город Санкт-Петербург. Занимались приведением Мерседеса в порядок. Установили противотуманную фару. Также еще позанимались будкой. Поменяли задний фонарь. Также было дозакуплено огромное количество инструментов, которые уже непосредственно должны были пригодиться в дороге, так как машина была абсолютно пустая, не было даже домкрата. Помимо этого, мы еще съездили к Ваниному автомобилю и забрали еще некоторые инструменты из его машины, из большой. И уже дальше мы начали готовить машину к следующему рейсу. Сейчас я вам предлагаю посмотреть крутой обзор, который я пусть уже вечером в сжатые сроки делал, но решил, что вам будет интересно посмотреть, как вообще машина изнутри и снаружи выглядит. Поэтому усаживайтесь поудобнее и смотрите теперь уже обзор на Мерседесы внутри и снаружи. На этом Мерседесе есть очень такая прикольная фишка. Сейчас надо зажигание ключ повернуть. Сейчас я вам покажу ее. Чего не хватает на моем белом Мерседесе, это вот этого вот. Сейчас я вам отойду, покажу, как он выглядит снаружи. Зимой, конечно, на нем одно удовольствие ездить. Поставили, кстати говоря, вот такие светодиоды взамен штатных дыхошек. Они очень красиво светятся. Сейчас я вам включу. Покажу. Так, еще раз. Показываю, как они... Ну, в общем, ярко вместе с ближним светом можно... Сейчас еще раз, блин. Медведь лопух. Зачем-то ближний включил. Давайте я вам вот так вот. Оп, оп. Туманки оставлю. И дыхошки. Вы посмотрите. В общем, вот это вот так вот все ярко выглядит. Высокая посадка у него. С подушками. Ну, как? Два бака. И что еще? Ленивец неподъемный. У него шесть подушек. Сейчас вам будку покажу сразу же. Вот новый фонарь сегодня Ваня поставил. Будка у нас вот такая вот. 2,96 на 7,75. Ну, а здесь, в принципе, стандартная ширина. Крыша металлическая. Сверху еще тент. Для надежности. Собачен. Сейчас мы воротинку закроем. Баки у него здоровые. С той стороны крышку сегодня новую купили на бак. Ну, в принципе, не знаю. Машина как машина. Капот вам поднять. Сейчас поднимем. Под капотом здесь такой тюнинг. На печку стоит. Мы, кстати говоря, покупали сами щуп, когда мотор делали. Потому что электронный датчик не особо доверие вызывает. Что касаемо Мерседеса внутри. Вот так он выглядит. Сейчас тут небольшой творческий беспорядок. Тут, как у нас любят говорить, кожа молодого дермантина. Кое-где надо подправить. Спальник, кстати говоря, перетянут в Германии. Спальник, вот эта вот часть, хорошо сделана. Сидение в хорошем таком состоянии. Особенно вот эта. Возможно, дальше будем перетягивать. Здесь уже кожа дермантина полопалась. Но, в принципе, не знаю. Стандартная кровать тут. Второй спальник есть. Я сейчас с фонариком снимаю. Пыль небольшая, потому что уже вечер. Здесь, к сожалению, холодильника нет. Просто два ящика обычных. Так, йогуртик надо сюда поставить. Два обычных ящика. Впоследствии здесь будет холодильник стоять. Но это уже потом. Так. Здесь у нас регистратор iBook висит. Тут стандартные ящички. В принципе, не знаю. Козыречки. Тут лампочки даже горят. Уже чуть-чуть подшаманили. Ваня даже ночной свет сделал. Не знаю, горит он мне. Но вот этот горит. Ночной я не знаю, как включается. Потом разберусь. Козыречки тут. В принципе, все работает. Тахограф. Шайба стоит еще. До революционных времен. Тут выход под магнитолу. В принципе, Ваня все это сделает. Сюда рацию поставим. Тут вот уже, кстати говоря, магнитола лежит. Не говорите, откуда мы ее срезали. Не спрашивайте, точнее. Мы вам все равно не скажем. Тут вон еще праздником Пасхи. Куличики лежат. Что здесь? Тут медвежьи печеньки. Кстати, надо вот это дело выкинуть. А то оно скоро начнет. Вице приятно пахнуть. Так, на печеньке оставим. Бутылочка из-под моего фреш-сока. Уже, кстати, сок тоже надо выкинуть. А то бутылка уже напряглась. Скоро бабахнет. Так. Заводить что, будем, нет? Сейчас. Откину роль. Покажу вам, как заводится. Так. Вот такие ключи. С иммобилайзером. Сигнализация есть. Мы уже проверяли, что она есть. Заводится, в принципе, хорошо. Особенно после переборки двигателя. В общем, все огонь. Не работает только бибика вот эта. Даже функция помощи трогания в гору. И то работает. Блокировка здесь. Все работает. Автономка новая, кстати говоря. По ошибкам. По ошибкам только сигнал износа колодок, говорит, горит. Сейчас еще раз. Сейчас покажу. Короче, вот эта ошибка фр, я смотрел, динамическая. Она вкупе вот с этой горит. Мы уже были у диагностного электрика. Тормоза у нас идеально работают сейчас. Сейчас, в принципе, все в хорошем состоянии. Что у нас еще? Русский. Конфигурация. Ну, тут вот охлаждающая жидкость. Вровень масла. Давление. Ну, короче, все, все как в Мерседесе. Свет. А, вот единственный косяк. Плохо видно. Не прибавляется ярко. Здесь кнопки сейчас не работают. Но это мы в процессе, в процессе работы устраним, конечно же. Здесь есть такой талисман-медведь. Будет сидеть в этом Мерседесе вместо медведя. Тут даже есть электролюк, который вот, хопа, чик закрылся. Так что, в принципе, стеклоподъемники все ездят. Все работает. Косяки есть, да. Косяки, конечно же, будут. Никуда не денутся. Но в процессе мы, конечно же, все это дело исправим. Полы уже чистые. Тут более-менее порядки навели. Ну, я думаю, что... Закроем стекло. Думаю, что потом облагородим как-нибудь. И будет это еще более лицеприятно смотреться. Что касается стоимости нашего рейса, то по деньгам он стоил 132 тысячи рублей. И в среднем, даже если считать, что расстояние до Тихвина не 1500, а где-то 1750 километров, то мы уехали больше, чем за 75 рублей за километр. Как вы понимаете, что на 10 тонике это достаточно высокая цифра в плане заработка в одну сторону. И, собственно говоря, поэтому картинка к этому видео выглядит именно так, как вы ее видите. Денег мы заработали, и это на самом деле радует. В конце ролика я бы вам хотел порекомендовать канал моего товарища-директора дороги. Переходите по ссылке в описании, смотрите его ролики, очень интересно. И думаю, что вы не останетесь равнодушными после его просмотра. И поставите ему лайк, напишите комментарий, и, конечно же, подпишитесь. Всем спасибо за внимание. Обязательно увидимся в следующей серии. Так что не пропускайте, следите за выпусками. Сейчас, на самом деле, начинается новая эра в жизни и в творчестве, и в работе новгородского медведя. Поэтому еще раз повторюсь, не пропускайте ролики, будьте активными, внимательными, переходите по ссылке также на наш телеграм-канал. Там можно практически в прямом эфире следить за жизнью новгородского медведя. Можно задать ему любой интересующий вопрос. И медведь, конечно же, ответит. Субтитры сделал DimaTorzok